Смотрим фрагмент Стоп Вы обратили внимание, что один футболист передал мяч другому футболисту Очевидно сейчас состоится какое-то особое вбрасывание Но почему особое вбрасывание вблизи штрафной площадки, я не совсем понимаю Давайте посмотрим, что будет дальше Стоп Вы все увидели сами А теперь ответьте мне на вопрос Зачем было передавать мяч другому футболисту, чтобы так бездарно его разыграть? Вывод, который можно сделать из просмотра этого фрагмента следующий Во-первых, все футболисты без исключения в команде, если эта команда считает себя достойной игры в премьер-лиге Должны уметь вбрасывать мяч все без исключения, еще раз повторяю, на 12-15 метров быстро, точно и уверенно Это во-первых Во-вторых, конечно в команде должны быть игроки, которые бросают очень далеко и достаточно точно Но делать на это какой-то особый акцент при подготовке нет никакого смысла Почему? Потому что как бы далеко не вбрасывал футболист мяч, мяч все равно будет лететь достаточно медленно И в любом варианте, в 90% случаях, вбрасывание будет в борьбу Все, что я хотел сказать Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе Стоп Обратите внимание на то, что соперник набегает на мяч Игрок, который только что и принял мяч, вот этот игрок, да, он обязан был видеть, что соперник приближается Что в такой ситуации делают? Или пропускает мяч, уходит Вот, но это сложно Или просто отыгрывает своему партнеру в ноги Все элементарно Посмотрим, что будет делать игрок, которому адресован мяч Стоп Вы все увидели сами Давайте еще раз вернемся и посмотрим, как принимал решение игрок, которому был адресован мяч при вбрасывании Стоп Еще чуть-чуть Стоп Если вы заметили Вот этот игрок Отдавал мяч не в ноги А отдавал мяч чуть вперед Как бы на ход этому игроку Но если он это делал так То Он, получается, не видел соперника, который набегал В общем, действия футболиста, который принимал мяч при вбрасывании Совершенно мне непонятно Если он видел соперника То обязан был отдавать мяч в ноги Если он отдавал мяч не в ноги Значит, он его не видел Ну, а отсюда можно сделать совершенно естественный вывод Человек просто не смотрит на футбольное поле Он не крутит головой А следовательно, не может полноценно оценить игровую ситуацию У меня все Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе Стоп Вы видите, что мяч был вброшен партнеру К которому прилипло Сразу два соперника Какой в этом смысл? Давайте посчитаем, сколько на этом небольшом участке поля Находится игроков в белой форме Раз Два Три Четыре Пять Шесть Вратарь седьмой Получается, что на оставшихся девяти десятых Поле Находится всего четыре футболиста в белой форме А теперь вопрос Как вы думаете Тот, кто вбрасывал мяч из-за боковой Мог найти такой вариант Чтобы мяч не вбрасывать в борьбу? Ответ за вами Субтитры создавал DimaTorzok